Фредерик Генри Ройс родился 27 марта 1863 года. Он был выходцем из простой семьи. Если бы кто-то сказал, что в будущем он добьется небывалого успеха и станет богатым и уважаемым человеком, Генри, скорее всего, бы просто посмеялся. Отец мальчика работал на мельнице, но вскоре разорился, и 10-летний сын начал помогать семье. Генри работал на почте в доставке телеграмма газет, позже на железной дороге. Несмотря на постоянную занятость, тяга к знаниям у мальчика не пропала. Он осознавал, что только учеба поможет ему хоть как-то изменить ситуацию. Когда у Генри появлялось свободное время, он изучал математику, иностранные языки и осваивал азы электротехники. Генри обладал математическим складом ума, и особенно хорошо ему давалось инженерное дело. Он не только схватывал все на лету, но и получал удовольствие от процесса. Первое серьезное место работы, которое соответствовало интересам Ройса, он получил в компании самого Хайрема Максима, человека, который изобрел одноименный пулемет. Новая должность очень понравилась Генри. Именно работая в компании Хайрема, у него появилась идея открыть собственное дело. Он начал собирать деньги, экономить практически на всем, чтобы сколотить стартовый капитал. В 1894 году в Манчестере вместе с приятелем Ройс основал фирму «Ройсенко». Дела у компании пошли хорошо, Генри с другом проектировали и собирали подъемные краны. В 1899 году их компания разместила акции на бирже и построила фабрику в Уолт-Траффорде. Будучи достаточно состоятельным человеком, Ройс купил себе французский автомобиль «Де Дион». Машина разочаровала Генри. Во-первых, автомобиль постоянно ломался, во-вторых, был неудобным и, в-третьих, медленно развивал скорость. Ройс решил спроектировать собственный автомобиль, который мог бы удовлетворить его по всем показателям. По части автомобилестроения Фредерик Генри Ройс оказался настоящим гением. Уже через год публике был представлен новый автомобиль. Пресса хвалила изобретение Ройса и при сравнении с французским авто победа машины Генри была очевидна. Автомобиль стоил 395 фунтов. Это были приличные деньги, но надежная машина с хорошим ходом вполне оправдала свою стоимость. Чарльз Стюарт Роллс жил совершенно другой жизнью. Он был четвертым ребенком в семье полковника Джона Роллса. Мальчик родился в Лондоне, но позже вся семья переехала в родовое поместье близ Монмута. В Этоне Чарльз получил среднее образование, а инженерное в Кембридже. После окончания учебы он решил открыть фирму по продаже французских автомобилей. В 1902 году была зарегистрирована компания Rolls & Co. Дела у Роллса шли хорошо, но вскоре он загорелся идеей не просто перепродавать автомобили. Ему захотелось стать производителем машин собственной марки. 1 мая 1904 года в элитном ресторане отеля Минлэнд встретились 40-летний Фредерик Генри Ройс и 27-летний Чарльз Стюарт Роллс. В этот день был выдвинут к главным принципам дальнейшей совместной деятельности. Автомобили Rolls-Royce должны были быть самого лучшего качества. За два года с момента своего открытия компания Rolls-Royce выпускает автомобили 12 PS, 15 PS, 20 PS и 30 PS. Это новые машины класса люкс, которые быстро завоевывают свою долю рынка. В то время особый успех машины приобретали после побед в гоночных турнирах. Первое призовое место завоевала 4-цилиндровая модель Rolls-Royce 20 PS с мощностью двигателя 20 лошадиных сил на гонках Tourist Trophy. Затем очередной рекорд на ралли Монте-Карло-Лондон и победы в Америке и новый рекорд среди автомобилей мощностью до 20 лошадиных сил. Все победы были одержаны автомобилями, выполненными на основе Ройс-прототип. Их до 1907 года выпустили 100 экземпляров. Легенда Rolls-Royce появилась в конце 1906 года в Лондоне на выставке Olympia Motor Show. Продажи нового авто стартовали в 1907 году. И так как до Второй мировой войны компания Rolls-Royce не попускала кузова, кузов в мастерской заказывал отдельно сам клиент. То получалась масса различных видов одного автомобиля с одинаковым шасси. В 1907 году совместно с фирмой Baker был выпущен 13-й экземпляр данной модели. Baker создала для машины знаменитый открытый пятиместный кузов, часть деталей которого была покрыта отполированным серебром. В этом же 1907 году компания Rolls-Royce переехала из Манчестера в Дерби. Руководство решило открыть в этом городе станцию технического обслуживания. Также была открыта автошкола компании для обучения водителей. В 1908 году компания перестала выпускать модели на основе Rolls-Prototip и сконцентрировалась исключительно на модели Rolls-Royce 40х50 Silver Ghost. Кроме того, руководство заинтересовалось производством летательных аппаратов. Во время поездки в США Rolls познакомился с братьями Райт. Авиация покорила Чарльза, и он целиком отдался новой страсти. Быстро освоив тонкостью управления воздушным судном, он даже сумел перелететь Ла-Манш. Однако новое влечение стало для него роковым. 12 июня 1910 года он погиб во время показательных выступлений под Бормутом. Ему было 33 года. Но он успел сделать для компании очень важную вещь – наладить выпуск авиамоторов. Это спасло Rolls-Royce от разорения во времена Первой мировой войны, когда роскошные автомобили не пользовались спросом. Управление компанией легло на плечи Ройса. Он справился со своей задачей блестяще. Автомобили Rolls-Royce имелись даже в гараже царя Николая II, не говоря уже об актерах кино, о политиках и президентах. Двумя автомобилями этой марки владел Ленин. Несмотря на то, что английское авто было очень далеко от коммунизма и олицетворяло полный капитализм. Этот автомобиль стал статусной вещью, демонстрирующей высокое положение владельца. Дела у компании шли лучше, чем у многих. В 1931 году Rolls-Royce приобрел своего конкурента, находившегося на грани банкротства, компанию Bentley. А спустя два года, в 1933 году, не стало Фредерика Ройса. После его смерти фон эмблемы Rolls-Royce, который впервые появился в 1905 году, сменился с красного на черный. Времена меняются, а вместе с ними меняется и отношение к вещам. Истинный английский джентльмен предпочел рваные джинсы фраку, а Rolls-Royce – спортивному автомобилю. И так произошло во всем мире. В 1971 году компания была объявлена банкротом. Тогда ее спасло британское правительство, посчитав Rolls-Royce национальным достоянием. Повторный кризис потряс компанию в 1982-1984 годах. Rolls-Royce снова выстоял. Но былое величие бренда, к сожалению, осталось позади. И сегодня компания принадлежит концерну B&B. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok